Господи Господь наш, я точу на имя Твое по всей земли, я бы взялся в великолепие Твое, прими выше небес. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня 2 октября, пятница, и Церковь предлагает нам к нашему назиданию и для нашего внимательного рассмотрения. Отрывок из послания святого апостола Павла к Эфессиным, глава 4, стихи с 17 по 25. И вот как звучит данный отрывок в русском синодальном переводе. «Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией по причине их невежества и ожесточения сердца их. Они, дойдя до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью. Но вы не так познали Христа, потому что вы слышали о Нем и в Нем научились. Итак, дорогие братья и сестры, мы читаем с вами сегодня послание апостола Павла к Эфесси. Очень важные слова сегодня завершают этот отрывок. «Отвергнув ложь, говорите истину каждой ближнему своему, потому что мы члены друг другу». Сегодня век постмодернизма, век некой постправды и век какой-то злой иронии. С одной стороны, множество движений, которые говорят о том, что ущемляются их права. Мир дробится и делится на различные сообщества, где каждый борется за свои права, и каждый был угнетаем, и каждый по-своему из них прав. Но очень важно сегодня нам избегать иронии. Избегать иронии в нашей повседневной жизни, когда это не является нашим профессиональным делом, когда от этого не зависит наш заработок и так далее. Очень важно говорить истину каждой ближнему своему. Мы разучились не то, что делать комплименты, потому что комплименты – это тоже что-то на грани лжи и истины, говорить добрые, теплые слова, по крайней мере, в церкви, научиться искренне выражать свою любовь и свое сочувствие, свое сорадование человеку, не играть на полутонах. И вот этого сегодня порой не хватает. И вот эти последние слова сегодняшнего отрывка, 25 стиха, они как раз-таки об этом. Вот сегодня мы должны к этому прийти. Отвергнув ложь, говорите истину каждой ближнему своему, потому что мы члены друг к другу. Мы все члены церкви. Церковь – это единый организм, и мы не должны внутри себя конфликтовать. Поэтому подумайте об этом хорошенько, над этим текстом, и возьмите его себе за некое упражнение. Ну, а сегодня, сегодняшний текст начинается с того, что апостол Павел напоминает о том, что, посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего. Опять суета. Суета и поиск различных учений, поиск различных философских путей, которые, будучи помрачены в разуме, были отчуждены от жизни Божьей по причине невежества и ожесточения сердца их. Суета возникает там, где есть невежество и ожесточение. Там, где люди потеряли веру в друг друга. Там, где они, последний стих сегодняшнего отрывка, перестали отвергать от себя ложь и говорить истинно каждую друг другу. Они ожесточились, потому что каждый врет. И невежество. Естественно, невежество языческого мира. Многобожие, различный ритуализм, обрядоверие, суеверие и так далее, и так далее. Они отпадают вот по этим причинам от любви Божьей, от жизни Божьей. Они, дойдя до бесчувствия, и опять же таки, ожесточение сердца и невежества порождают бесчувствия. Предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью. Естественно, когда ты бесчувственен, ты не понимаешь своих границ. Не понимаешь границ позволенного или непозволенного, дозволенного или недозволенного. И, естественно, ты не видишь вот этих берегов, ты выходишь из них и предаешься, естественно, распутству. Но вы не так познали Христа. Апостол Павел вновь делает вот этот мостик от их прежней жизни к жизни нынешней. Он показывает им контраст. Контраст между их прежней и нынешней жизнью. И это очень важно. Нам сегодня важно, нам, как христианам, очень важно увидеть этот контраст в своей жизни. Потому что вы слышали о нем, с большой буквы, и в нем научились, так как истинно в Иисусе. Мы научились, так чему они научились? Отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обольстительных похотях очень важно. И это призыв сквозь века к каждому из нас отложить прежний образ жизни, увидеть этот контраст, напитать свое сердце ожесточенное, опустевшее, напитать любое у Христова и здесь возможно только через веру, только через доверие во Христа Иисуса, только через молитвы и богослужения, то есть только через таинство церкви. Мы можем это сделать. Для этого нужно довериться Богу и довериться церкви. Нужно отложить прежний образ жизни, но прежде всего мы должны сделать этот шаг навстречу Богу. Мы должны снести критерий истинности свое собственное эго и понять, что не я центр мира и не вокруг меня вращается солнце, но есть Бог, и Он обращается ко мне. Важно услышать призыв Божий. И действительно совлечься, как сказано в славянском тексте, совлечься ветхого человека, истлевающего в обольцительных похотях. И что же сделать? Обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины. А начало этого, это 25 стих, посему отвергнув ложь, отвергнуть ложь, говорить истины каждой ближнему своему, потому что мы члены друг другу. Это очень важно в нашей церковной жизни. И вот эти стихи с 22 по 25, это тоже очень важный текст и сегодня. Понятно, что апостол Павел пишет к определенной аудитории, по определенному вопросу. Это буквальное толкование. Сейчас его отложим, посмотрим аллегорически, более широко, что этот текст для меня сегодня. Разве сегодня мы не должны совлечься той жизнью, которой живем? Многие говорят, если угодно, выйти из своей зоны комфорта. Но это слишком приземленно как-то. Но в любом случае нужно выйти за пределы самого себя. Чтобы перерасти самого себя. А это возможно только, когда я точку своего отчета полагаю не в себе самом, а в ком-то другом. В иной личности. Личности, за которой я пойду. И эта личность есть Христос. И это центр нашей жизни в церкви. Христос. Поэтому давайте, дорогие братья и сестры, возьмемся, так сказать, за самих себя и пойдем вслед за Христом, который ведет нас по этой жизни. Это очень трудно, но в то же время это очень легко. Поэтому молитесь об этом, старайтесь к этому приблизиться и внимайте словам апостола Павла, внимайте словам Священного Писания и воспринимайте их как некий призыв. Так воспринимал блаженный преподобный Амвросий Оптинский слова Священного Писания. Так воспринимал блаженный Августин слова Священного Писания. Ибо после прочтения именно Священного Писания оба этих величайших святых встали на тот путь, на котором они обрели святость. Встанем и мы на такой путь, будем молиться и помнить о том, что когда мы молимся, мы обращаемся к Богу, когда читаем Священное Писание, Бог с Его страниц обращается к нам. Всем радости, о Господе, и до новых встреч! Господи, Господь наш, я точу на имя Твое по всей земли, я бы взялся в великолепие Твое при высшем небес.